В Шемкенте чиновники громко заявили о начале озеленения города и на торжественном субботнике было объявлено, что высадили более 5000 саженцев. Но местные жители не поверили и пошли считать, сколько на самом деле деревьев высадили местные власти. Оказалось, что чиновники обманули. По результатам подсчетов 800 саженцев не хватало. Об этом добровольцы сообщили в Антикор. И это, к слову, были не просто неравнодушные граждане. Это были волонтеры, которые согласились сотрудничать с антикоррупционной службой и буквально следить за тем, как работают госслужащие. Работают хорошо? Молодцы. Допускают нарушения или положили глаз на бюджетные деньги? Сигнал сразу же поступает в агентство по противодействию коррупции. Антикор создал целую сеть помощников по всему Казахстану. Об этом специальном проекте я, Артем Петров, расскажу в сегодняшнем выпуске программы «Стоп коррупция». Здравствуйте. Спецпроект «Антикоррупционное волонтерство» стартовал в августе 2023 года. Но уже на сегодняшний день с агентством работают более 2000 казахстанцев, которые на добровольной основе без зарплаты помогают борцам с коррупцией наводить порядок в регионах. И пресекать хищения из казны. Результат работы волонтеров всего за несколько месяцев они предотвратили ненужные необоснованные госзакупки на сотни миллионов тенге. Вывели на чистую воду не совсем порядочных чиновников. Был один такой факт у волонтеров. Это у нас в Абайской области один акимат сельского округа планировал закупить ремонт автомобиля на 26 миллионов тенге. И волонтер задается вопросом, он начинает смотреть. И выясняется, что для сельского округа, где, скорее всего, одна машина, одна служебная машина, это еще подтвердилось после обращения к нашему департаменту, невозможно выделять 26 миллионов тенге. И, соответственно, это волонтер выявляет, свои подозрения по сей день направляет в наш департамент. Наш департамент изучает ситуацию более глубоко, выясняет, что там действительно всего одна машина, и по логике не сходится. И, исходя из этого, все проанализировав, направляет рекомендательное письмо в Акимат, и Акимат что делает? Пересматривает. И говорит, да, у нас там техническая ошибка, да, у нас там другие причины, и на самом деле мы не собирались рассматривать 26 миллионов на ремонт автомобиля. Волонтером антикоррупционной службы может стать любой гражданин Казахстана старше 18 лет. Да, они не получают зарплаты, но плюсы все же они имеют. О них и о том, как зарегистрироваться в списке добровольцев, я расскажу буквально через пару минут. А пока объясню, почему в стране появилась необходимость развивать сеть антикоррупционных волонтеров. В Казахстане на госслужбе работают тысячи людей, и что греха таить, есть среди них и потенциальные коррупционеры, и некомпетентные, неграмотные работники. Следить за работой каждого из них у антикора просто нет возможности. Тогда и появилась идея привлечь к своей работе неравнодушных граждан. А таких оказалось немало. Мы понимаем, что одного стремления недостаточно. Нужны определенные знания, инструменты, скажем так, антикоррупционные. То есть как проводить мониторинг, как проводить анализ. Специально для этого мы проводим обучение этих волонтеров, чтобы они вообще понимали, как выглядит коррупционный риск, признаки каких-либо других нарушений. Даже если они выявят нарушение, допустим, видят, что дорогу некачественно построили, что можно сделать теперь? Зачастую волонтеры следят за государственными закупками. Смотрят, что покупают акиматы, управления, различные мелкие отделы департаментов. Недавно в Астане жители выявили, что полугосударственная компания собирается купить бульдозеров за 171 миллион тенге. Проверка показала, что такая машина стоит на рынке в среднем от силы 147 миллионов. Этот мониторинг помог сэкономить бюджету 24 миллиона тенге. В целом, с начала проекта, то есть с августа 2023 года, удалось сэкономить около 300 миллионов тенге. Где-то отменили ненужные госзакупки, а где-то сократили необоснованные расходы. И в итоге накопилась такая огромная сумма, которая благодаря проекту осталась в бюджете, а не осела в чьих-то карманах. А теперь о том, кто может стать антикоррупционным волонтером. В принципе, ограничений тут практически нет. Только два условия. Вам должно быть 18 лет и старше, а также желательно не иметь судимости и каких-либо психических заболеваний. Заявку можно подать на официальном сайте Агентства по противодействию коррупции или написать им в социальных сетях. Телеграм, Инстаграм, Фейсбук. Далее вас обучат разбираться в госзакупках и считать бюджетные деньги. Будучи волонтером, вы можете следить за работой чиновников, но ни в коем случае волонтеру антикора нельзя вмешиваться в работу госорганов. И тем более указывать им, как работать. По сути, помощник антикоррупционной службы – это наблюдатель, который сообщает ведомству о сомнительных моментах и подозрительных фактах. А дальше уже борцы с коррупцией сами действуют в рамках закона, так как на это у них есть полномочия. Означают проверки, заводят уголовные дела, расследуют и, если понадобится, направляют в суд. У волонтеров никаких полномочий и даже удостоверения нет, чтобы ни у кого не возникло корыстных целей каким-то образом получить выгоду из своего участия в волонтерстве. А вот честных, принципиальных и активных волонтеров антикор намерен награждать медалями, грамотами и даже грантами. Мы проект будем дальше продолжать, будем усиливать и дальше больше таких обучающих мероприятий, чтобы эти волонтеры становились более компетентными, чтобы они легче распознавали, больше находили какие-либо признаки нарушений, чтобы, скажем так, в общем порядке это называется общественный контроль. То есть, чтобы не только государственные органы контролировали соблюдение законов, но и общество само может контролировать. В стране за последние годы у общественности значительно вырос уровень нетерпимости коррупции. Казахстанцы больше не хотят закрывать глаза на взятки, хищение и откровенное воровство из бюджета. Они готовы сами и без пощерения считать свои налоги, то, как их тратят государства и насколько качественно госорганы расходуют бюджетные средства. К примеру, в октябре волонтеры антикора в Улуталской области выявили, что для секретаря Маслихата собираются купить автомобиль за 40 миллионов тенге. Как только об этом стало известно, госзакупку сразу отменили. А в Шимкенте сотрудник местного университета обнаружил, что студенты во время экзаменов предоставляют фальшивые медицинские справки. Из 185 медсправок 48 не соответствовали информации из Домумет. После сообщения волонтера антикор провел проверку и сотрудников Шимкентской поликлиники наказали. Кстати, немаловажный факт, почему этот проект оказался таким успешным. В последнее время социологические исследования показывают, что среди граждан антикоррупционная активность растет. То есть где-то недовольство вот этими некачественными услугами, где-то то, что услуга на уровне бытовой коррупции, недовольство определенное имеется. И у граждан, когда мы спрашиваем, анонимные опросы проводятся, социологические исследования, готовы ли вы на своем месте противодействовать, сообщать. Сообщать. Да, и у нас примерный показатель, если в 2021 году было порядка 50% опрашиваемых юридского религия, да, в случае столкновения готов сообщить, обратиться, либо как-то содействовать борьбе с коррупцией, то уже по результатам 2022 года, порядка уже 74% опрашиваемых, они изъявляют желание. Да. Вы, наверное, слышали про такую акцию, где народный юрист, это когда адвокаты, правозащитники один раз в году организовывают день открытых дверей и бесплатно консультируют граждан. У многих казахстанцев, которые сталкиваются с законом, нет денег на юристов, и тем более юридическими знаниями они не обладают. Вот в таких случаях безвозмездная помощь адвокатов, она еще называется пробона, оказывается весьма кстати. Антикор решил привлечь в проект антикоррупционное волонтерство и представителей правовой сферы. Одна из причин той же коррупции, либо проблемы у граждан, которая возникает при взаимоотношении с государством и с государственными органами, это правовая грамотность, либо ее отсутствие. И в этом плане наши волонтеры, это те же юристы, адвокаты, нотариусы, или просто эксперты в какой-либо сфере бесплатно, безвозмездно оказывают такую правовую помощь гражданам. Для этих целей коллегия адвокатов создала юридические консультации, это структурные подразделения коллегии. Данных консультаций расположены до 50 адвокатов, которые также оказывают юридическую помощь гражданам. Хотел бы отметить то, что наши адвокаты, столичные коллегии, в рамках акций оказывают юридическую помощь гражданам из таких социальных организаций, как дома престарелых, детские дома. В антикоррупционной службе будут рассматривать не только жалобы и обращения граждан, но и предложения по изменению законодательства. Если вы видите, что тот или иной закон устарел или уже не дает эффекта, вы можете отправить в антикор свое видение, как можно улучшить тот или иной закон, а возможно разработать совершенно новый. Если же вы не хотите становиться волонтером, но столкнулись с коррупцией или беззаконием со стороны госорганов, немедленно звоните по номеру 1424. Там вас проконсультируют, а виновных накажут. Наш выпуск подошел к концу. Вы смотрели программу Стоп Коррупция. До следующей встречи.